Карантин змеи, кажется, времени зря не теряли и осваивали новой территории. Мы уже получали сообщения от людей, что они в этом году встречали гадюк в Серебряном Бару. Они появляются в тех местах, где раньше не встречались. Возможно, они водились там и раньше, просто не чувствовали себя столь вольготно и больше прятались. Но за два месяца без людей осмелели. Вероятность встретиться со змеёй в Москве сейчас не так уж и мала. В природных парках обитают и ужи, и гадюки. Если ужи предпочитают места ближе к водоёмам, то вот гадюки любят поляны, где много солнца и есть брёвна. Укус сильнее, чем осадь. Всё произошло на даче в Новой Москве. Кто напал на неё, Марина сразу и не поняла. Только потом, разглядев два характерных следа, на пальце ноги вызвала скорую. Но врачи госпитализировать её отказались. Скорая засомневала, что это укус змеи. Сказала, сейчас много мошки летает и всего прочего. Утром стало всё распухло, боли начались. Уже следующей скорой пришлось отвезти пострадавшую в институт Склифосовского. Пока её состояние медики оценивают как средней тяжести. Это зья такой, который действует именно на кровоизлияние. Кровь выходит из сосудов. А вот компания «Горе Грибников» пытается поймать змею. Почему-то решили, что это безобидный уш и хотели снять эффектное видео. А вот опухшие от укуса самые настоящие гадюки – рука. Пострадавших в итоге двое. Кстати, специалисты предупреждают, что и ужим совсем не безобидным. Во-первых, их укусы могут вызвать сильнейшую аллергическую реакцию. Во-вторых, зубами уж хватает всякую живность. А значит, придётся делать прививку от столбняка. Укусить, конечно, может. Это маленькие, а вот такие бывают. Отойти от неё, оставить её в покое. И она уползёт сама. На человека она первым не нападёт. Сейчас мы попробуем её поймать. Ещё одно заблуждение. После укуса ядовитой змеи зачем-то высасывать из раны яд. Кто-то накладывает жгут, кто-то высасывает эти укусы. Это ничего не надо делать. Самое главное – иммобилизировать конечность, то есть обездвижить конечность и обратиться к врачу. А в больнице уже знает, как лечиться, какими препаратами. В больнице, если вас доставили туда в первые часы после укуса, вводят противоядие. Позже назначают антигистамины и гормональные препараты. Марина в этом году уже вторая пострадавшая от гадёки пациентка в институте Склифосовского. А ведь лето только началось.